Вот все-таки хотелось бы, чтобы они разобрались, кто является основным противником страны. Если это бактериальная унитазная инфекция, например, Шигелла, то тогда действительно страна на верном пути. Физиономии всех силовиков страны, конечно, не хватит на все унитазы России, но, по крайней мере, можно рассчитывать на ничью. А если противник посерьезнее, то все, считайте, что, в общем, эта борьба проиграна. И, как вы догадались, я все веду к тому, что сегодня выносится приговор солдату Шумсуддинову. Есть робкая попытка присяжных подсластить эту пилюлю приговоров. Да, действительно, 8 трупов на территории воинской части, это немножко непорядок. Но солдаты, лицами которых можно протирать унитазы или которых заставляют плачущих подставлять задницы, это гораздо больший непорядок. И для армии лучше 8 трупов, чем солдаты, согласные на унижение и опускание. Есть, конечно же, там зуд кого-нибудь распять. Пожалуйста, для распятия есть командир части, который, собственно говоря, за порядок этой части и отвечает. Сегодняшний приговор – это приговор не Шумсудденову. Это приговор храбрости и достоинства русского солдата. И когда эти ребятишки сегодня будут разбредаться вечером от телевизоров по своим казармам, узнав приговор, они, в общем, зарубят себе на носу. Унижать можно, унижаться нужно, трусом, дерьмом и терпилой быть гораздо безопаснее. Для меня, конечно, вот ситуация, при которой Шумсуддинов поехал бы не в колонию, а в генеральный штаб в Москву, да, для проведения мастер-класса поведения, достоинства и мужества генералов, это вот столичных генералов поучить уму-разуму, это было бы сильной штукой и необходимой штукой, если им нужна армия. Но это из области фантастики. Это то, что необходимо этой несчастной стране, но этого чуда тоже не случилось. Это был очень хороший шанс, но он упущен.